Почему именно дату 14 ноября 1792 года Мы считаем днем основания нашего города Это связано с тем, что в этот день вышел указ Екатерины II О создании Луганского литийного завода И принято отталкиваться от этой даты, когда мы отмечаем день рождения города Но нужно признать, что от луганских краеведов мы не услышим единого ответа на вопрос Сколько жилет Луганску? Почему? Об этом мы скажем в конце сюжета А в начале мы вспомним о том, когда же возникли первые поселения на территории современного Луганска Имеющиеся в наличии документы, к сожалению, не позволяют назвать точную дату заселения Предположительно, это было до 40-х годов XVIII века Но мы знаем самые древние районы нашего города Самые древние поселения, возникновение которых начинается наш город Луганск На мой взгляд, это каменный брит Это Вергунка Правильнее Вергунный Точнее Вот это самое древнее поселение Кем они основаны? Уже много лет в наших изданиях, на страницах не только газет, но и книг Ходит, а можно сказать не ходит, а бродит Такая версия, что эти населенные пункты основаны славяно-сербами Или 754-м году Или вариант 753-м году Что наш город основан Катериной Второй, ее указом Ну и крещенным батьком нашего города Чарльзом или Карлом Гаскоином И так далее Логично спросить у создателей этой версии, у авторов этой версии Кто дал этим населенным пунктам Такие украинские названия Каменный брит Вергуны Я думаю, что сербы Македонцы Другие народы, которые Были в бродах славяно-сербских Такие названия Дать не могли Я попытался сконструировать ответ На вот эти Ипотезы наших Краеведов Позволю зачитать Его Шевич каже И знайдем Батьков казацких Найти Батьков казацких Нетрудно Легко Почему? Ведь ответ На поставленный Мой высший вопрос Один Эти населенные пункты Были освоены Украинскими Переселенцами Давшими Давшими Этим населенным пунктам И свои Украинские Названия Предположительно Каменный брод И вергунку Основали выходцы С территории Черкасской области Кстати Именно в двух Областях Бывшего Советского Союза Луганской И Черкасской Есть населенные Пункты С подобными Названиями Каменный брод И вергуны Или вергунка К слову сказать Вергуны Исконно Украинское слово Которое В переводе Означает Кулинарное Изделие Хворост В книге Сборник Статистических Сведений По Екатеринославской Губернии За 1886 Год Мы можем Прочитать Небольшую Информацию О Каменном броде Вот что там Написано Местные Жители Передают Следующие Факты По истории Каменобродской И Луганской Властей Относительно Первое Известно Следующее Времени Заселения И образования Села Каменный Брод Никто хорошо Не помнит Уже во время Устройства Луганского Завода И заселения Села Луганского Здесь было Большое поселение Именуемое Уездным городом Старым Славяносербском Вскоре После постройки Завода Город был Переведен В город Славяносербск А поселение По старому Стало именоваться Каменным Бродом В 1753 Году На территорию Современной Луганщины Пришли Сербские Переселенцы Это случилось После указов Императрицы Елизаветы Петровны А поселение Славяносербских Полков Ивана Шевича И Райка Деприрадовича Между реками Бахмутом И Луганью Зачем пришли Сербы На эти земли Они уходили От турецкого Владычества А России Как раз Были необходимы Защитники Ее южных Рубежей Территория Между Луганью И Северским Донцом В 1754 Году Составила Административную Единицу Славяносербию Расселились Сербские офицеры И на территории Современного Луганска Это Каменный Брит Это Вергун Или как мы Называем Вергунка И червоный Йор А сколько Было Сербов Серба Было Первых Если говорить О сербах Именно Несколько десятков Несколько десятков Не более Под предводительством Под руководством Коронавируса На территорию Луганска Пришли Под предводительством Иоанна Или Ивана Его как называют Шевича С местным населением Они Очень не дружили Вот И есть Это Документы По новой Сербии Возможно И по словам Сербии Есть такие документы По новой Сербии Это и запрос Нашего Последнего Гетьмана Разумовского Екатерина Второй Уже Обращался С тем Что Обижают Наших Украинцев Это Во-первых Да Во-вторых И Указы Потом Были Что Здесь На этом Месте На месте Например Новой Сербии Украинцам Не селиться И их Выселяли С этих мест Запорожских Мест Это Было По новой Сербии Возможно Исланд Сербии Такое Но я Говорю По новой Сербии Вот Ссылаюсь На книгу Кабузана А он Ссылается Это На источники Через Десять лет В 1764 Году Славяносербия Как самостоятельная Административно-территориальная Единица Была Ликвидирована Эта территория Вошла В состав Бахмутского Уездного Российской Губернии Какова Дальнейшая Судьба Сербских Переселенцев Большинство Из них Ассимилировалось С местным Населением И остались Жить На нашей Земле Мне пришлось Лично Встретиться С потомком Милорадовича И Деприрадовича Дело в том Что они Породнились Уже здесь У нас В Украине Такие случаи Были Очень Нередки И вот Один из Наследников Милорадовича Депрадовича Яхонтов Виктор Александрович Генерал Был Послом В Китае Был Заместителем Военного Министра Верховского Во временном Правительстве После Революции 17-го года Эмигрировал Соединенные Штаты Америки Был Представителем Америки В ООН Потом Он выступал За установление Дипломатических Отношений США С Советским Союзом Его преследовали Даже изгнали Из ООН Это по его словам По словам Виктора Александровича Яхонтова Когда шла война Он пытался Принять Советское подданство И мы отвечали С нашей стороны Стороны Советского Союза Вы там делаете Большую пользу Но уже Где-то В конце 60-х Годов Советское время После смерти Своей жены Виктор Александрович Яхонтов Все-таки Приезжает В Советский Союз Жил в Москве И когда я был В Москве То Слетился С Виктором Александровичем Яхонтовым Было ему уже За 90 лет Но Даже в 90 лет Он мог Пить вино Сандали Мог Читать Без очков Писать И так далее Виктор Александрович Яхонтов Был членом Коллегии Журнала Родина Для Соотечественников Советского Союза За рубежом И газеты Которая тоже Заветовалась Для наших Соотечественников Голос Народа Мы продолжаем Рассказ На территории Современной Луганщины В середине 17 века Были найдены Большие запасы Каменного Угля И железной Руды А в России Давно Назревала Необходимость Выплавки Чугуна На каменноугольном Топливе Прежде всего Для оборонной Промышленности А вот идея Постройки Именно В Новороссии Именно В районе Луганчин Луганска Большого Металлургического Завода Перерабатывающего Местные Руды На Минеральном Топливе Принежала Командующего Черноморским Флотом Николая Семеновича Мордвинову Вот эта Идея Это Мысль Именно Создание Завода И Именно Перерабатывающего На Минеральном Топливе Для того Времени Была Передовой Прорессивной Мыслью В то время Только В Англии В Англии Единственная Страна Где Был налажен Такой Процесс У нас Такого Процесса Здесь Не было Даже В Франции Не было Почему Литвейный Завод Был построен Именно На этом Месте Идея Постройки Завода На территории Современного Луганска Принадлежит Выходцу Шотландии Чарльзу Гаскойну Который В то время Был директором Пушечного Завода В Петрозаводске При выборе Места Строительства Нового Завода Гаскойн Считал Что Необходим Источник Энергии В данном Случа Вода Источник Сырья И рабочая Сила И он Решил Что Завод Известный Нам указ Императрицы Екатерины Второй А создание Блес села Каменный Брод Литийного Завода Открытие Луганского Литийного Завода Ознаменовало Собой Зарождение Металлургии Не только Украины Но и Всей Российской Империи Мастера Завода Отливали Пушки Ядра Он был Известен И своим Художественным Литьем Инженеры И мастеровые Луганского Завода Внесли Огромный Вклад В становление Горной Науки Евграф Ковалевский Николай Литуновский Аполлон Мевиус Илеодор Фелькнер Иван Тима Обогатили Своими Знаниями Отечественную Науку И Производство Итак День 14 ноября 1795 Года День Основания Завода Сейчас Считается Официальным Днем Рождения Города Но В конце Нашего Сюжета Мы Обещали Ответить На вопрос Почему Мнения О возрасте Нашего Города До последнего Времени У нас Нет единого Мнения Среди Луганских Краеведов О дате Возрекновения Нашего Города То есть Дате От которой Ведет Свою Историю Луганск Одни Историки Краеведы За Начало Луганское Принимают Указ Екатерины Второй 14 ноября 1795 Года Об устроении Литейного Завода При реке Луганни Критерий Здесь Отсутствует Вы скажете Как Есть же критерии Указ Или Время Вескновения Это Другой Совершенно Критерий И Исходя Из этого Критерия Мы можем Говорить О чем Что этот указ Положил Начало Не Городу А Начало Медлогической Промышленности Украины Вторые Исследователи Другие Историки Краеведы За начало Луганска Принимают Указы Весны 753 года Елизаветы Петровны То есть О поселении Здесь Славянсерских Полков Иоанна Шевича Райка Родиона Прирадовича Или Деприрадовича Между реками Бахмутом И Луганью Я снова Таки Хочу Сослаться На авторов Книги Каменный Брод И Зачитать Чтобы Это не было Голословно Очевидно Что история Луганской Пештани Должна включать В себе Историю Как Луганского Завода Так и Каменного Брода Последний Был основан Почти На полстолетия Раньше Поэтому Время Его основания По всей Видимости Должно Считаться Датой Рождения Города Луганска Признал Это Пишут они Мы Воздадим Должное Тем Кто В трудах И лишениях Осваивал Извещал Наш Край Таким Образом Мы Прави Считать Что Датой Основания Города Является Весна 753 Года Время Подписания Указа У поселений Слан-Серских Полковшевича И Прирадовича Идея Очень Правильная И верная Версия Эта Имеет Право На Существование Но Только Необходимо Отбросить По всей Видимости Они Косвенно Говорят Именно О Критерии Критерий Должен Быть Такой Что История Любого Населенного Пункта Критерий Начинается С того Населенного Пункта Который Не Исчез А Который Стал В основе Этого Большего Населенного Пункта То есть Города Итак Одни Историки Первым Днем Луганска Считают День Выхода Указа Екатерины Второй От 14 Ноября 1795 Об Устроении Литийного Завода Хотя Более Верно Считать Эту Дату Днем Основания Завода Другие Историки Крайведы За Начало Луганска Принимают Указы Весны 1753 Года Подписанные Елизаветой Петровной А поселение Сербских Полков На Нашей Территорией Есть Еще Версия Ведь Нужно Отметить Что Самые Старые Районы Луганска Каменный Брод И Вергунка Существовали И до Выхода Вышеназванных Указов А ведь Критерием При Выяснении Возраста Города Есть Возраст Самой Древней Его Части То есть Получается Наш Город Гораздо Старше Чем Принято Считать Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует